Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел интересный вопрос. Иисус Христос, что означает это имя? Как вы понимаете, Христос это не фамилия. Иисус, буквально с еврейского переводится как Яхве спасает. Вообще, если вы где-то в каком-нибудь еврейском имени видите две или даже одну букву И, то, скорее всего, это имя Божие, которое в этом имени заключено. Михаил, Игудиил, вот эти все Ил, 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 это все Яхве. Бог спасает. Действительно, Бог воплотился во Христе Иисусе. Бог спасает. Спасает нас. И нет другого имени под небесами, кроме имени Иисусова, которым мы могли спастись. А Христос, как я уже сказал, это не фамилия, это уже греческое слово. Буквально с иврита, машех, помазанник. На греческий переведено как Христос. То есть мы видим, по сути, два имени. Еврейское и греческое. Хотя буквально все-таки это два еврейских имени. Это, повторюсь, не имя рода, не фамилия. Это статус. Ты ли Христос или ждать нам кого-то другого? Спрашивает самарянка Иисуса из Назарета у колодца Иакова, предполагая, конечно, не фамилию будущего искупителя, а конкретно мессианское достоинство. Кто такой мессия? Тот, кто должен был с точки зрения израильского народа освободить их от всех возможных оккупационных режимов и дать им силу, славу имперских масштабов. То, что Христос, это невеликий полководец, а тот, кто должен освободить их от рабства дьявола всей в жизни в будущее, они уже как-то подзабыли ко времени воплощения своего Бога. И вот этот помазанник, здесь есть аллюзия на помазывание израильских царей на царство, пророками, как, допустим, Самуилом, Саула и Давида. И Христос в этом отношении помазанник, помазанник Божий. И царству его не будет конца. «Царство мое не от мира сего», скажет Иисус Христос Понтипилату и больше не скажет ничего. Он наш царь. Царь будущего века. Царь этого века. Тот, кто правит нами, как отец, мудро, благородно, полезно. Не как тиран, не как деспот, и не как восточный султан, который надо как-то умолять, упрашивать, тогда он таки быть тебе поможет. Он любит нас больше, чем наши родители. И желает блага. Иногда нам это непонятно и неприемлемо. Мы хотим другого совсем. Но искренне всем желаю, чтобы каждый из нас научился принимать от Бога то, что Он нам дает. Духовная интуиция будет крепка тогда, когда ты будешь хранить Ему верность. Читать Иисусову молитву, когда есть возможность. Не упирайтесь носом в телефон при каждой малейшей возможности. Едешь в транспорте, в метро, закрой глазки. Господи, Иисус Христиан, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Делай что-нибудь. Господи, Иисус Христиан, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Припоминайте имя Божие. Им мы спасаемся. К Нему все наши чаяния и надежды. В Нем найдем утешение наших мятущихся сердец. В Нем найдем крепкое основание нашей земной жизни и будущей. Господи, Иисус Христиан, Сыне Божий, помилуй нас грешно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Иисус Христиан, Сыне Божий,